Бытие, глава третья И сказал змей жене, — Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно потому, что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанье. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, — Где ты? Он сказал, — Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся. И сказал, — Кто тебе сказал, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, — Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, — Что ты это сделала? Жена сказала, — Змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею, — За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал, — Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему увлечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, — За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог, — Вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Субтитры создавал DimaTorzok